Благоустроенная современная набережная реки Сатис вдоль жилого комплекса Саровская ривьера давно стала излюбленным местом отдыха для горожан. Как любой знаковый объект, она нуждается в названии. Этим летом комиссия по наименованию городских улиц и объектов соцкультбыта занялась этим вопросом. Изначально предлагали 17 вариантов названий, например, православная, петровская, святоуспенская, саровская, мельничная, сталинская. В итоге члены комиссии приняли решение назвать набережную Кремлевской. Этот вариант администрация представила на утверждение депутатам. Комиссии, исходя из оценки наименований, предложенных в силу значимости, либо в силу символичности, приняли решение уйти от персональных имен, наименований, и выбрали вот это решение Кремлевское, как бы связанное с муковещением память города. Однако к этому названию депутатов возникло много вопросов. Не все были согласны с тем, что наименование Кремлевское вызывает ассоциации с историей Сарова. Предлагали назвать набережную Саровской и Стрелкой. Каждый обосновывал, почему его вариант лучше. Торопиться не надо. В Нижнем Новгороде, вдоль проспекта Гагарина, был парк, который называли именем Левицкого комсомола. А народ упорно называл парком Швейцария. И в конце концов, в 90-х годах, власти узаконили народные названия. В этом смысле необходимо взять паузу. И вот как народ назовет, мы тогда и узаконим. Самый оптимальный путь. Предложение Ивана Ивановича поддержали. Проект отправили обратно в комиссию. Она должна будет предложить механизм общественного опроса. Не дожидаясь предложения комиссии, наша съемочная группа отправилась на улицы, чтобы узнать, как саровчане относятся к названию Кремлевское. Ну, Кремлевское нормально. Когда-то у нас Кремлев был это. Нет, это не подходит. Как бы вы назвали? Об этом я не думал. Название совершенно неуместное. Почему тут Кремлевская набережная в Сарове? А предложить свое название, ну, так сразу, наверное, не скажу. Я об этом не думала, но Кремлевское мне точно нравится. А почему? Слишком пафосно, я так считаю. Ну, это что-то ближе к городу, мне кажется. Кремлевское – это далеко. А здесь что-то. Мне надо что-то такое более романтичное. Это как-то слишком сухо. Пока не могу сказать, но надо подумать. Ну, в общем-то, меня устраивает Кремлевское. Кремлевское. По старому названию город Кремлевск. Ну, если это связано с названием старого города, то может быть. А так я, наверное, назвала бы немножко по-другому. Если вопрос с наименованием набережной можно отложить, то решение о названии проезда, где идет блокированная малоэтажная застройка, не терпит отлагательств. Речь идет об участке в пойме реки Сатис от проложения улицы Негина до Садовой. 23 дома введены в эксплуатацию, в отношении них необходимо зарегистрировать права. Для присвоения почтовых адресов необходимо ему присвоить наименование. По результатам рассмотрения комиссии было несколько вариантов рассмотрено. В комиссии предложен вариант первый слободской проезд. Потому что эта территория, она носит признаки небольшого выделенного такого участка застройки однотипной. Там, условно говоря, по-старому это деревня, слобода, как угодно, деревенька в составе большого городского образования. Однако историки с такой позицией не согласились. Не учла комиссии мнение застройщика, который предлагал не выдумывать проездов, а дать адреса по улице Тимирязево, где как раз отсутствует нечетная сторона. Более того, решение комиссии принимала за закрытыми дверями еще 4 августа, а проект представила в Думу лишь 24 августа, практически не оставив времени на рассмотрение этого вопроса. В первых, с начала заседания не были озвучены предложенные названия. Они нигде не были опубликованы, они нигде не фигурирули в средствах массовой информации. И мы о них узнаем только сейчас, когда Галина Геннадьевна нам их озвучивает. Поэтому, как таковое, принять участие в обсуждении названий не было никакой возможности. Как бы там ни было, все эти обстоятельства, в которых мы принимали это решение, что там комиссия отработала в начале августа, прислали в конце августа, что с декабря до августа вообще не было комиссии, там и ничего не двигалось. Значит, это все быстро забудется, а название останется, и в истории останется с фамилией тех, кто его принимал. Депутаты предложили название Новофинский. Этот район в народе как раз так и называли. Это наименование пришлось большинству по душе, однако все оказалось не так просто. Дума предложить название не может. Это должна сделать комиссия. Большинством голосов народные избранники решили отправить проект обратно, обозначив в этот раз жесткий срок, в течение которого комиссия должна представить новый вариант. Вопрос с наименованием проезда должны решить к ближайшему заседанию Думы, которое проведут, вероятнее всего, в середине следующей недели.